Радио Болтком Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь» Слушайте по четвергам 17 до 18 часов Добрый день, уважаемые радиослушатели Начинаем работу в прямом эфире Экономист Татьяна Латышева у нас сегодня в студии Добрый день Есть позитивные новости Перед тем, как я шел в студию Услышал, что все-таки постепенно цены на газ начали снижаться Я так понимаю, после заявлений в том числе президента России чтобы «Газпром» возобновил в полном объеме транзит газа и цены на электричество чуть-чуть снизились Ну, может быть, это временное явление Но такое ощущение, что правительство было если мы говорим, латвийское правительство не очень готово ко всем этим переменам И по существу даже политики оппозиционные все сосредоточились на этой теме понятно, пандемийной вакцинация принудительная, обязательная добровольная но на самом деле ведь люди, когда получат счета не хочется кого-то пугать ну, в ноябре особенно люди пенсионного возраста и когда счета, там, не знаю будет больше, чем 200 евро при пенсии 250-280 то сразу возникает вопрос что это еще будет пострашнее пандемии как оплатить все это дело Да, тема очень болезненная и она то есть на это как бы цены влияет очень много факторов и, допустим, кроме цен на энергоресурсы вообще у нас общий рост цен наблюдается на такие товары первой необходимости как продукты питания одежда транспортные расходы и все, что связано с оплатой жилья и в потребительской корзине наших жителей это составляет 55% то есть совершенно как бы там немаленькая сумма и почему эти цены растут то есть чтобы понять причины можно разделить на две составляющие да, это отдельно цены на энергоресурсы и отдельно цены, допустим на товары первого потребления начнем, наверное, с энергоресурсов да, что там происходит значит, почему растет растут цены на газ да, значит во-первых хранилища в Европе в данный момент находятся пустыми потому что холодные зимы предыдущих лет полностью их опустошили это первая составляющая экологическая часть да, когда мы должны отказаться от вредных выбросов и соответственно перейти то есть допустим выработка электроэнергии должна перейти на возобновляемые источники, например да, тоже как бы играет роль в повышении вот цен на энергоресурсы то есть в том числе на стоимость электричества кроме того очень большое потребление идет на азиатские рынки это Индия, Китай да, там туда продавать традиционно можно дороже поэтому газ который предназначался для Европы перенаправлен сейчас на азиатские рынки ну плюс естественно политическая составляющая когда мы стали закупать газа меньше чем допустим из России чтобы вот да, это политическая часть и таким образом вот кстати сейчас чтобы заполнить резервуары в Европе и сколько газа в нашем Манчуканском хранилище мы тоже не знаем не знаем но я так понимаю что предупредили что в январе могут уже возникнуть большие проблемы да, то есть мы не знаем сколько газа хватит ли нам на этот сезон вообще даже как бы чтобы отапливаться и сейчас как раз для России очень удачный вот момент да, когда Северный поток 2 можно принять политическое решение поскольку Европа находится в такой ситуации что цены на газ растут да, как бы и испытывается его дефицит соответственно электроэнергия точно так же да, то есть есть квоты на выбросы да поэтому да есть квоты на выбросы и значит чтобы заменить чтобы заменить допустим нехватку энергии на опять на те ресурсы которые загрязняют опять это как бы повышает стоимость да кроме того опять холодные сезоны и жаркие сезоны когда используется кондиционирование это тоже как бы очень большое потребление и возобновляемые источники не справляются да охранить энергию мы допустим еще не умеем мы не можем ее накопить да и заморозить использовать когда ее нужно очень много ну и плюс допустим там в Скандинавии была такая ситуация когда у них пересохло водохранилище которое использовалось допустим для производства электроэнергии вот значит у нас выросли все эти цены вторая часть это продукты продукты питания да которые выросли достаточно там серьезно ну в целом общее повышение 2,6% допустим на какие-то если дать куриное мясо да то там 15% это то что ну как бы чаще всего покупается и используется для приготовления как бы и всегда служило каким-то таким как бы популярным продуктом значит более того цены на продукты питания будут расти потому что в прошлом году на непереработанные продукты выросли цены в Европе на 30% и мы еще не почувствовали в полной мере и это мы почувствуем только еще в ближайшие полгода вот этот рост продуктов будет продолжаться что касается одежды допустим да как бы тоже растет цена почему потому что очень большой спрос на вот эти вот товары то есть на одежду на товары для дома и значит здесь если опять посмотреть почему это происходит это опять перепотребление да очень высокий спрос то есть люди были во время пандемии закрыты дома и очень начались очень большой спрос на эти товары и были нарушены поставки из опять тех же азиатских стран сложилась такая ситуация что контейнеры были сосредоточены все ушли в Соединенные Штаты где очень популярны вот эти интернет закупки и в Китае стал испытывать просто нехватку контейнеров которых он может отправлять свои товары они срочно налазили производство но опять все равно то есть они не могли обеспечить такой объем сколько рынок начал потреблять и стоимость соответственно этих же контейнеров тоже стала высокой соответственно перевозки стали как бы там слишком дорогими почему во время пандемии когда казалось бы закрыты все предприятия люди сидят по домам да удаленка там или допустим некоторые предприятия даже просто вынуждены были в Европе остановиться из-за того что рабочие заболели почему откуда деньги откуда спрос ответ государство вынуждены были поддерживать население и для того чтобы экономика не полностью не остановилась государство оказывало поддержку так же как и в нашей стране это пособия по простою субсидии на зарплату гранты невозвратные суммы там были больше да ну то есть все пропорционально да как бы бюджетом кто сколько мог себе позволить и соответственно эти деньги были все вот как бы вброшены в рынок что вы и получилось что мощности производственные столкнулись со спросом который не могут удовлетворить и соответственно все цены выросли теперь очень интересный момент и получается что у нас спровоцирована инфляция да которая может выйти из-под контроля уже сейчас 4% уже сейчас да с 10 года да 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 то есть и прогнозируется что она может еще расти до конца года то есть рост цен сейчас не остановится он может стабилизироваться ну скорее всего весна а еще более как бы такой более вероятный прогноз это лето следующего года и теперь вот что касается значит что в этой ситуации делать правительству да то есть если допустим опять то есть окей цены растут инфляция растет если зарплаты будут подниматься они точно так же начнут оказывать давление на инфляцию то есть получается замкнутый круг теперь ситуация с ковидом объявлять локдаун или не объявлять сейчас в нашей стране я думаю что государство стоит в данном случае перед очень сложным выбором потому что если объявлять локдаун то есть опять всех закрыть по домам что как бы просят наше здравосохранение обращаются врачи да они просят что нужно срочно ввести локдаун и чтобы не распространялась инфекция не были перегружены больницы если государство правительство идет на этот шаг тогда оно понимает что оно должно опять возобновить выплату пособий поддержки населения но даже если бы оно имело такую возможность допустим у нас много денег и мы можем эти деньги раздавать мы опять приходим к ситуации когда мы спровоцируем тогда уже точно неконтролируемую инфляцию и кризис ну допустим мы тогда получим гораздо более сильный чем мы сейчас имеем в ситуации ковида поэтому на самом деле и об этом говорят европейские финансисты что поддержку оказывать просто категорически уже нельзя несмотря ни на что да чтобы как бы инфляция оставалась контролируемой поэтому вот я думаю что сейчас очень сложное для правительства время вообще им не позавидуешь если так откровенно я понимаю мы про отпуска сейчас я не только про отпуска но вообще вот действительно из серии что делать когда нечего делать если там это может быть не совсем экономическая тема хотя тоже но вот фактически можно ли ввести какие-то жесткие ограничения не навредив экономике ну вот мне тяжело это представить да вот если всех сажают по домам и говорят что вы не знаю работайте из дома в магазины не ходите в любом случае даже если ты не закрываешь эти магазины ведь последствия для экономики снижения потребления оборота средств равно же будет да мне тяжело представить как пройти через это угольное ушко и не тормозит экономику вы можете это себе представить так да я думаю что это невозможно более того кстати вот в предыдущих локдаунах да когда мы как бы все остановились и у нас пострадали в первую очередь какие отрасли это общественное питание рестораны концертные весь гостиничный бизнес да весь гостиничный бизнес но самое интересное что что экономика перегрета допустим в строительной отрасли у нас тоже наблюдается сильный рост цен и уже экономисты говорят о том что она была просто перегрета вот этими деньгами вброшенными в экономику при этом те отрасли которые реально пострадали гостиничный бизнес рестораны и как бы вот все кто был связан и для кого был запрет на деятельность прямо вот вот именно совсем запрет они не возобновили свою работу то есть они не достигли докризисных показателей то есть для них сейчас любые ограничения ну фактически то есть это то есть если они многие еле-еле выжили до сих пор то ну наверняка у них шансы опять снижаются да на то чтобы остаться живыми и поэтому возможно тогда нужно оказывать какую-то если мы все-таки вынуждены закрыться чтобы сохранить медицинскую сферу возможно нужно тогда какой-то очень сегрегированная поддержка да именно тех кто реально не смог оправиться да ну вот тоже интересная такая картина может быть и для экономистов для финансистов потом это будет изучать мы помним что до пандемии правительство так держалось железобетонно за вот эти маострихские критерии даже меньше то есть если у нас там в бюджете был дефицит один с чем-то процентов они кричали все-все-все больше мы не можем тратить там медики просили повышение заработной платы даже предусмотренной в законе они говорят не-не-не-не нет у нас денег и вот помните дрожащими руками они говорят вот на здесь фонд непредвидные расходы мы там уже почти все из расхода как быть сейчас как мы видим уже никто ну нельзя сказать деньги не считают но сейчас мы видим там миллионы там миллионы сейчас даже считают как это вложили 86 миллионов где эти койко-места то есть сейчас уже деньги никто не считает уже дефицит больше 4 процентов никого не беспокоит они берут заимствование выпускают облигации и так далее оказывается так можно ну тут да тут такой момент вот в экономической теории если прям вот совсем жестко брать экономику как науку как науку то как раз в кризисное время это можно уходить в дефицит бюджета даже правильно наверное то есть это чтобы чуть-чуть поддержать да то есть самое страшное это если экономика настолько как бы затормозится что потом не сможет вернуться к нормальной работе поэтому для того чтобы жизнь в экономике все-таки продолжалась то наименьшим злом является уйти в дефицит бюджета и вбросить деньги в экономику да и там даже уже не важно что мы будем делать там строить дороги концертные залы главное чтобы было движение средств ну в нашем случае конечно нужно было медицинские учреждения восстанавливать у нас есть тем более за 20 лет позакрывали все что кому-то было линезерс да то есть как бы к сегодняшней ситуации он должен был быть конечно уже готов и первую больницу можно было использовать опять как углосущественная стационар да то есть ну можно было что-то предпринять не правда ли да совершенно верно мы же парк эстрады конечно все очень хорошо но все-таки это не то что нас сейчас спасет да да совершенно верно поэтому с одной стороны да то есть правительство поступало правильно то есть в соответствии с теорией вот экономической оно все сделало правильно оно бросило деньги в экономику и у нас макроэкономические то показатели у нас в полном порядке да то есть недавно еще совсем президент отчитывался что у нас ИКП растет там да как бы вот безработица снижается налоги достигли почти 100% приблизились к сбору к идеалу но 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 мы понимаем что это все равно это просто вернулись те деньги которые были вброшены на самом деле заработала ли экономика и заработает ли она будет видно когда вот все эти деньги закончились они потрачены они вернулись вот в виде этих налогов и ИКП что будет теперь мы будем смотреть то есть запустилась наша экономика или нет да я почему спрашиваю ну проводя какие-то параллели с допандеминного времени потому что допандеминного времени ну и сейчас я думаю периодически люди ну может быть не столь сильно подкованы в экономической теории говорят ну как ну вот мы работаем тоже много не безденечим наши зарплаты то есть наши доходы они не сопоставимы даже со среднячками европейского союза пока мы там уже не говорим про какую-то там швецию или германию но вот почему да и ответ нашего правительства что вы знаете ну у нас производительность труда может быть вы там и пашите и сеете но производительность труда там даже не 50% от того что делают так сказать германии да и вот в связи с этим может быть действительно если бы правительство и до пандемии проводила такую вот политику что все-таки больше денег пускать в экономику да может быть это бы какой-то эффект дало больше да я с вами полностью согласна что если мы уходим в дефицит бюджета то лучше эти деньги вкладывать в те допустим какие-то то есть ну во что-то что потом принесет деньги заработает и вернет их назад в бюджет в виде добавленной стоимости а не допустим просто мы потратили деньги построили дорогу да рабочие получили зарплату у нас но все это закончилось и это доходов нам никаких не приносит да то есть если бы мы как раз вложили деньги в производительность труда то есть в улучшение производительности в какие-то технологии да там еще во что-то и это потом возвращалось бы именно в увеличении производительности труда это естественно ну как бы самый такой желательный красивый правильный вариант да но мы как бы вот пока что этим не воспользовались вот интересно вы уже упомянули вот так его можно сейчас модно называть зеленый курс да вот фактически он есть так можно сказать зеленый курс накроет и Латвию если такое слово здесь уместно и есть такой термин очень модный на русский язык тяжело переводимый какой-то нейтральность климата вот этот климат и нейтрал и многие предприниматели я думаю большинство даже не подозревает что это за зверь такой но это очевидно что скоро эти критерии будут применяться как мне рассказывали даже банками вот вы приходите там не знаю за кредитом вам говорят а вы как вот на своем предприятии или даже своей ферме занимаетесь экологической политикой внедрением не знаю какие вы используете обогрев помещений у вас служебные автомобили не знаю старые дизели к примеру электромобили люди будут удивляться на самом деле я так понимаю что вот это такая политика сейчас европейского союза о которой большинство еще населения не очень в курсе да мы как бы к этому идем мы идем к этому в рамках европейского союза поскольку там эти есть как бы требования и деньги большие выделяются и деньги большие выделяются но как мы видим да что вот в кризисных ситуациях вот эта вот экологическая составляющая она является разрушающим фактором да то есть у нас получается что у нас подорожали все ресурсы да и соответственно товары поскольку транспорт тоже соответственно дорожает именно как бы в том числе из-за вот этой экологической составляющей и я думаю что как раз Латвия пока еще не готова на уровне допустим небольших производств там сельскохозяйственных производств каких-то небольших производящих фирм которые производят не знаю какое-то ограниченное количество товаров да которые продаются на местном рынке куда-то там на восточный рынок они не готовы еще экономически потратить деньги на это то есть как раз если бы это были какие-то грантовые вещи да допустим когда мы можем получить грант и модернизировать свое производство или поставить какую-то систему которая как бы очистительная да тогда я думаю что никто бы не отказался усовершенствовать свое производство да и повысить производительность труда своих же рабочих и платить им потому что опять сейчас я извиняюсь вот одним из признаков и факторов роста стоимости на товары и услуги в Европе в том числе является нехватка рабочей силы потому что на это время часть людей была просто закрыта да и по домам а часть людей покинула страны да в Великобритании видите что делается военные везут топливо по бензоколонкам но это же да то есть потому что они вынуждены были покинуть из-за ковида Великобританию где они работали и создавали в той же стране то есть это была дешевая рабочая сила которая соответственно производила товары которые могли иметь другую стоимость теперь этой рабочей силы там нету соответственно испытывается во всей Европе большая нехватка рабочей силы и стоимость товаров растет из-за этого поскольку они должны платить зарплаты больше тем кто готов сейчас там работать да ну вот еще такой интересный момент знаете как говорят любой каприз за ваши деньги когда говорят что вот надо экологический транспорт вопросов нет если бы Европейский Союз или там наше государство говорило что вот у вас не знаю старая дизельная машина у нас ведь средний возраст автомобилей 15-16 лет в стране если мы посмотрим вот по этим частным объявлениям 90% это дизельный транспорт из Германии который нам приходит старый то есть если бы государство говорили на каждую вашу тысячу мы ставим свою тысячу там не знаю может быть этот процесс как-то пошел но потому что во первых новые электромобили мы знаем что они дорогие инфраструктура явно отстает но у кого есть время на заправке 5-6 часов провести пока заправится твой зарядится твой автомобиль то есть я так понимаю что такими темпами мы через 10 лет никакую не обеспечим вот чистый транспорт да в первую очередь я конечно согласна с вами что это цена покупки да это в первую очередь то есть опять если он был у нас действительно был какой-то грант существенный да там не 15% хотя бы 50 тогда есть смысл об этом думать плюс конечно вот эти бонусы которые сейчас предоставляются электромобилям вот эти отдельные полосы допустим да там бесплатная парковка еще что-то конечно это должно гарантироваться что если мы эти вложения делаем то это допустим хотя бы там 3-5 лет эти бонусы будут действовать допустим не так что рынок наберет 20% электромобилей и эти бонусы как бы закроются плюс для такого легкого как эти бусики называются которые не тяжелый транспорт которые бегают по городу и межгородом перевозят допустим логистика в рамках одного предприятия когда они сами доставляют свои торговые точки допустим там или на производство то есть не фура а вот такие небольшие микроавтобусы им должно как правильно вы говорите хватать вот этого заправки доехать допустим до самые дальние точки например доофтался и вернуться потом в Ригу без заправки насколько я понимаю такие машины уже есть но они тоже стоят очень дорого конечно потому что те машины поддержанные электромобили легковые тоже же стоят где-то порядка 20 тысяч евро при том там еще предыдущего поколения батарейки хватит заехать только до офиса и до дома обратно до магазина уже не хватит то есть понятно что это не то да а именно создает проблему очень ну как бы именно это как раз логистический транспорт да который в том числе и по городу бегает и стоит в пробках ну и как бы создает да все эти и для физических лиц я тоже думаю что если бы такие программы были я думаю многие бы откликнулись и поменяли бы учитывая что у нас Рига потихоньку закрывается для транспорта да я права или нет я думаю вы полностью правы закрывается видимо они надеются что особенно в январе вот у нас позже январь был не знаю как этот будет январь минус 25 это самое велосипедное время да да то есть видимо они спутали Рига пока не Монако может быть они и понимают что-то но пока не Монако вот и поскольку у нас Рига закрывается для транспорта то я думаю что если бы были какие-то вот программы для приобретения вот этих маленьких электромобилей я думаю многие бы семьи ну по крайней мере как там не знаю там машину бы обязательно приобрели бы для того чтобы на ней была возможность въехать в город в старый да допустим там запарковаться и пойти погулять там или там не знаю по паркам посетить концерты какие-то выставки и так далее да потому что как всегда у нас получается что доступ в Ригу закрывается то есть сначала нужно было бы наверное решить проблему как туда попасть да в этом случае вы абсолютно правы потому что ведь это идет рукооборку многие видимо забывают что это идет рукооборку с бизнесом если семьи ну и рижане из других микрорайонов и вообще не рижане хотят попасть ну в центр города и они не могут это сделать там на своем автомобиле с детьми ну всю семейство на велосипед не посадишь значит очевидно что кафе рестораны магазинчики будут просто закрываться ну если не будет посетителей да так сказать ну вот а здесь я не буду их рекламировать несколько там дорогих ресторанов я не видел что приезжаю на велосипеде на Бентли видел а на велосипеде не видел да тем более поскольку сейчас еще пандемия не закончилась и въездного туризма у нас нету он отсутствует те кто мог наполнять бы эти рестораны кафе да то 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 нужно делать ставку исключительно на местное население и именно сейчас закрывать въезд в город для машин или создавать препятствия для этого там по сути наоборот нужно было снизить цену на парковки да чтобы люди приезжали в город на машины активность экономическая чтобы вообще люди в старом городе появились да то есть действительно оживили немножко этот бизнес который находится там изредка встретишь человека то есть вдруг я смеюсь какой-то иностранец все-таки добрался до старой риги спросить куда пройти он не не у кого он будет будить никого не найдет живого да это правда хочется чтобы там было бегали дети было весело какие-то голоса звучали может быть такой еще концептуальный вопрос я думаю вам часто его задают мы знаем что фактически ну правительство по крайней мере за последние годы полностью вот эту структуру не знаю экономики ну пытается менять иногда вот таким способом я имею ввиду ликвидации нерезидентского банковского бизнеса потому что деньги якобы не очень чистые второй был шаг это из-за геополитики правда практически бизнес транзит и логистики у нас как сказать в умирающем состоянии да и потом нам сказали что вот это вот ВНЖ то есть получение видов дожительства в обмен на вложение недвижимости тоже нам не годится это не путь да ну видимо путь звучит красиво это вот переводе на русский язык какая-то мудрая реиндустриализация вообще это реально и ведь от приказа правительства ничего не поменяется у нас же правительство не создают предприятия мы не советское время как есть ли какое-то понимание как мы дальше будем зарабатывать вот как мы будем дальше зарабатывать особенно сейчас пандемия когда туризма это нет да ну во-первых как всегда хочется сказать что если мы отказываемся хотим отказаться фактически от нескольких отраслей целых да которые были традиционных между прочим да традиционных да исторически традиционных то наверное все-таки правильно было бы сначала привести в страну тот бизнес которым мы хотим заменить эти отрасли и потом тогда уже как бы искоренять хотя вот ну не знаю в моем представлении как бы если абстрагироваться от политики вообще избавляться от отраслей которые приносят деньги в экономику не такой уж богатой страны наверное это не совсем правильно что касается там допустим вот этого нерезидентского бизнеса там в банках ну опять но были приняты ну слишком строгие меры то есть в результате которых пострадали люди которые даже ну не имели никакого отношения к там к тем бизнесам которым их там допустим стали причислять да то есть катастрофа с открытием счетов в банках когда очереди по три месяца там для того чтобы местному предпринимателю открыли счет ему он должен был стоять в очереди там три месяца да когда мы сами попали в эту ситуацию когда инкассаторские службы стали проходить сертификацию и им в банках фактически был какой-то период когда они не могли даже принимать деньги или перечислять в какой-то другой банк и мы должны были побежать в другой банк в том где они уже получили право работать и мы попытались быстро открыть там счет и попали в эту очередь чисто латвийское предприятие должно было стоять в очереди где-то несколько месяцев чтобы просто открыть счет и смочь получать опять свои деньги которые находились в инкассаторской службе то есть это уже перебор и конечно и на самом деле в банках могло остаться гораздо больше денег чем осталось на сегодняшний день из-за того что ну скажем так то есть бизнес у нас находится в постоянном страхе перед контрольными органами и делает всегда гораздо больше для чтобы подстраховаться и не попасть под какие-то санкции да и соответственно государство теряет на этом деньги ну я кстати банки тоже могу понять потому что с одной стороны их можно обвинять в негибкости в нежелании там не знаю идти на какие-то риски с другой стороны понятно что если не знаю там ну там утрируя вкладчик положит там не знаю даже 100 тысяч а штраф будет миллион то естественно банк скажет не нужен нам этот клиент оставьте нас спокойно и дайте нам спокойно жить и тогда свести риски до минимума в результате мы видим что даже у фирм возникает проблема с открытием счета хотя в нормальной ситуации в регистре предприятий компания официальная должна получить право на открытие счета да причем без всяких очередей да но более того что был какой-то момент когда правительство признало что как бы они скажем прямо перестарались немножко с банковской да то есть им спасибо большое за это что они смогли признать после А Б не последовало правда ничего не произошло потом то есть сказали что да это было слишком чрезмерно но ничего как бы никаких послаблений к сожалению не произошло и вот кстати во время пандемии да то что опять наверное очень большое как бы большое количество бизнесменов отжидало от государств в виде поддержки то что можно было через банки делать и то что делали другие государства да европейские государства это государственные гарантии по реструктуризации кредитных обязательств потому что допустим если предприятие имеет кредит который оно получило в докризисное время допустим на инвестиции в производственные средства и вдруг в какой-то момент оно или было закрыто из-за того что внутри началась пандемия вот как бы заболеваемость да и еще что-то пострадало то есть и да были прогарантированы кредитные каникулы но то есть кредитные каникулы закончились кризис не закончился даже даже сама пандемия не закончилась да и предприятие получает платеж во время кризиса еще больше ежемесячный да чем он допустим планировал когда у него шел рост экономический и соответственно как бы а вот отодвинуть срок кредита невозможно потому что на этой гарантии нет а банк под свою ответственность естественно это делать не будет потому что банк зарабатывает как обычный коммерсант деньги и для него это как бы неинтересно вот поэтому что касается вот вопроса вашего да по поводу замены то есть сейчас опять если мы говорим об какой-то о том на что мы можем заменить да то есть ну вариантов не так-то много вариантов не так-то много нужно смотреть что у нас есть да то есть что у нас есть на сегодняшний день допустим тоже образование да образование мы можем допустим пойти по пути Англии сделать образование экспортным то есть опять это нужно принимать политическое решение да потому что если мы делаем экспортное образование допустим берем какие-то условно говоря ближайших наших соседей которые могли бы приезжать к нам и учиться это опять вопрос языка да то есть пускай даже это вопрос английского языка допустим преподавания в каких-то основных наших вузах то есть мы могли бы создавать сначала накапливать вот здесь какую-то то есть людей образованных с хорошим современным хорошим образованием да и потом уже предлагать им здесь оставаться например у нас химическая промышленность у нас испытывает жесткий недостаток тоже как бы квалифицированных рабочих да то есть мы могли бы допустим развивать эту тему допустим химическая промышленность вот это вот производство лекарств да оно могло бы развиваться если бы у нас были специалисты то есть все равно нужно начинать тогда с образования своих людей нас не хватает что там то есть мы должны могли бы готовить и тест специалистов в большом количестве тоже сюда привлекать тогда точно так же компании которые могли бы здесь размещать офисы то есть если мы говорим о каких-то высоких технологиях то вот с чего нужно начинать да то есть как бы вот эта сфера химия сфера айти но для этого нам нужно создать базу то есть не привозить специалистов готовых да которые наверное к нам не поедут а допустим обучать возможно давать какие-то квоты кредиты на обучение с какими-то с какими-то может быть опять под гарантией и чтобы люди потом оставались допустим даже вынуждены были оставаться отрабатывать какое-то время в Латвии допустим на наших предприятиях и таким образом мы могли бы развиваться то есть ну вот один из вопросов да может быть еще одна такая в завершении еще такой-то такой топик или тема понятно что она долгоиграющая и правительство об этом тоже по понятной причине не хочет говорить но это проблема которая нас будет я бы сказал мучить еще долгие-долгие годы ведь помните когда вот создавалась эта новая пенсионная система накопительная водилась еще аж в 96-м году говорили что это самое прогрессивное самое лучшее в мире Европе в теории может быть так оно и есть это справедливо люди сами себе зарабатывают на пенсию на свой там лицевой счет и так далее да но что мы сейчас видим что уже сейчас появилось новое так можно сказать поколение пенсионеров которые в принципе из этой нищеты выбраться не могут и им уже вот эти новые пенсии которые назначаются новым пенсионерам они в принципе не намного больше чем те пенсии которые получали вот пенсионеры еще вот советских времен скажем так вот до 96-го года и получается что мы будем дальше платить нищету потому что тысячи людей платят вот социалку с минимальной заработной платы там теперь с 500 евро с 600 с 700 но можем себе представить какая у них будет пенсия завтра послезавтра через 5-7 лет и это серьезная проблема то есть люди получают пенсию и сразу бегут за пособием ну вот это же абсурд какой-то да это катастрофа на самом деле на самом деле да это катастрофа нашего государства и даже вот сейчас да там открылись магазины Lidl сейчас да и как бы вот приходят уже в сети появляются фотографии когда стоят люди в очереди то есть стоит на улице огромный хвост в очередях это вопрос о пандемии кстати видимо за ковидом стоят да но это другой вопрос да нет там сейчас как бы скидки вот эти вот при открытии стоят вот эти люди как бы в возрасте да которые просто как бы пытаются купить подешевле какие-то продукты себе питания что сделать что делать с пенсионной системой опять выход только один сначала поднимать экономику потом наполнять пенсионную систему если допустим экономика сильная тогда мы соответственно и эти пенсии можем ну каким-то образом хотя бы индексировать индексировать вы абсолютно правы потому что надеяться только на то что людям хватит их накоплений вот на этом пенсионном не приходится мы видим что сейчас получается да и опять без того чтобы создать систему чтобы наши дети не уезжали оставались в этой стране и допустим привозить каких-то молодых людей которые опять здесь останутся предоставлять им сразу хорошие рабочие места и говорить что зачем тебе ехать куда-то здесь хорошая тихая европейская страна зеленая вот у нас да машинами электрические едет зеленая спокойная страна вот пожалуйста есть хорошая зарплата есть современное предприятие оставайся работой тем более допустим ты получил грамм тебе все равно 5 лет отработать если он здесь начал работать завел семью и его все устраивает у него хороший он не будет уезжать и соответственно эти люди будут наполнять наш бюджет и соответственно мы сможем индексировать пенсии старикам эти пенсии выплачивать да то есть у нас тогда как бы ну вот да интересно буквально последняя такая ремарка в завершении эфира вот многие там удивлялись Эстонии которая вот недавно приняла решение тем кто хочет пускай забирает свои накопления во втором пенсионном уровне ну теперь понятно что вот когда тарифы поднялись эстонцы могут сказать вот пожалуйста вот у вас есть деньги вот и пожалуйста мы вам больше не будем датировать вот и оплачивайте электричество отопление и так далее что-то в этом есть что-то в этом есть да что-то в этом есть но на самом деле решение страшное потому что люди забрав эти деньги да то есть все от безвыходности да от безвыходности их проедает и потом что их ждет потом непонятно ну вот непонятно да что потом они опять-таки придут к государству и скажут ну спасибо большое но это-то мы уже проели а нам же надо сейчас заново кушать поэтому здесь тоже то вопрос можно ли вот так вот безрассудно сказать ну тратьте все что вы накопили да ведь мы же знаем что даже природа человеческая не все могут вот не все есть люди которые в состоянии вообще накапливать то есть у них деньги что называется в руках не держатся и вот эта система когда государство ну в какой-то степени принудительно накапливала чтобы самого человека потом не подставлять может быть это и правильно а так вот раздать все деньги чтобы быстренько проели заткнули вот эти дыры простите вот которые надо там это погасить там погасить долги и дальше что да в нашей в нашей реальности это я тоже считаю что это неправильный ход он опасный для тех людей которые эти деньги получили поскольку пока у нас не введены уроки финансовой грамотности в школах да хотя бы какие-то основы базовые да и понимание и даже какие-то симуляции да допустим вот это же можно в виде симуляции детям показывать что произойдет то конечно такие вещи нельзя делать и накопительная пенсионная система она нужна пока не допустим не пройдет несколько поколений которые будут финансово грамотными Татьяна Ватышева экономист у нас была в прямом эфире большое спасибо спасибо до свидания на одной волне